В июне прошлого года, после трёх лет простоя, Рузаевский стекольный завод возобновил работу. Тогда запустили одну печь и три производственные линии. Осенью руководство завода стало задумываться о расширении и приняло решение отремонтировать вторую печь. На восстановление ушло 8 месяцев и более 180 миллионов рублей. Мы обещали, что будем расширять возможности этого предприятия, и мы так и делаем. Деньги платят в бюджет республики, предприятия работают, люди имеют возможность достойно работать, достойно отдыхать. Ребят, я вас всех поздравляю, я думаю, у нас всё будет хорошо. Даже во время пандемии завод не сбавлял оборотов. С момента возобновления работы предприятие выпустило 134 миллиона 600 тысяч бутылок. Продукция из Рузаевки отправляется в Саранск, Ульяновск, Пензу и другие города России, а также в Армению, Литву, Грузию и Польшу. Ассортимент порядка 40 наименований бутылок. Средняя зарплата будет сейчас 37 тысяч. И уже, как мы договорились, будет приближаться к 42 тысячам, как я ставил в послании задачи. Нам очень важно, что этот завод работает непрерывно, постоянно. Владимир Волков поздравил работников предприятия с запуском новой печи и поблагодарил за слаженную работу. Учредителя компании наградил за заслуги перед республикой, затем пообщался с сотрудниками завода. Я уже здесь работал до этого 6 лет, вот вернулся назад. Но вы работали на первой печи, так? Я на участке ремонта, реставрации форм. Сейчас, с учетом начала ввода в эксплуатацию второй печи, на заводе работают 436 человек. Большая часть – Рузаевцы, на втором месте жители Саранска. Денис Ануфриев трудился на производстве самого его открытия. В 2019-м, после возобновления работы завода, вернулся обратно, как и множество его коллег. Но этот завод, как ребенок, с момента постройки закрыли, скучали, поэтому вернулись. Работаю на этом заводе с 2008 года до закрытия и с момента открытия образования нового предприятия, стекольной компании развития. К 2022 году завод планирует выйти на проектную мощность 840 тысяч штук стеклотары в сутки. От них только налогов, консолидированный бюджет республики будет получать 210 миллионов рублей в год. В будущем планируется запустить производство банок и наладить экспорт в европейские страны. Кроме того, руководство стекольной компании планирует запуск других инвестиционных проектов в Мордовии. Ольга Данилова, Денис Ноздрюхин, Народные новости, Рузаевский район.